Всем привет! Мы ездим в небольшое микро-путешествие, уезжаем из Подольска, поедем в Истру, моему брательнику. Проведем там несколько дней, пообщаемся, давно не виделись, ну а вы вместе с нами. Ставьте лайки, комментарии пишите и погнали! В Москве мифеораль же уровень погодной опасности. Выкреждение действует до понедельника. На этой неделе Москву накрыл смок от лесных пожаров в Лизанском гости. Отмечается, что в эти выходы запугали, не покинет столицу. Да, смок здесь жесткий, сегодня ночью спали с открытыми окнами и пришлось даже их закрыть, потому что такая была гарь. Мы уже собрались и выезжаем. Мы приехали в гараж для того, чтобы нам взять еще пару важных вещей, которые мы здесь оставляли, и двигаемся дальше. Из-за того, что заезжали в гараж, поехали по другой дороге. И здесь, как всегда, вот такая вот история. При съезде на МКАД тоже всегда такая история. На МКАД уже, наверное, будем двигаться нормально. Собственно, как я и говорил, МКАД едет. А этим чувакам вообще не повезло. Пробка протяженностью километров 30, представляете? Съезжаем на Ригу. Вот бы в Ригу поехать, но пока нет. Пока только Истра. Рига нас тоже не радует. Стоять нам долго. Вот так вот еле ползем. Примерно километров 15-20. Если вы, так же, как и мы, любите путешествовать по России, я рекомендую вам пользоваться сервисом Суточно.ру. Эти ребята сделали классный сервис, где есть рейтинги, где есть оценки хозяев, где есть реальные картинки. И очень удобно этим сервисом пользоваться. Помимо удобного сервиса, сейчас ребята делают классную штуку. Они возвращают 30% кэшбэка на следующее путешествие баллами. Я оставлю ссылку в описании, по которой вы можете забронировать еще выгоднее и получить такой огромнейший кэшбэк. Ссылка в описании, переходите и путешествуйте. Какой здесь был сильный ливень, аж вода вся, видите, асфальт весь белый. Ну что, мы быстрее, пожалуйста. Железнодорожные пути здесь такие при въезде. Вот она станция Стран. Мы сейчас здесь заскочим во вкус вел. Да, недолго была машина чистой. Когда жили в Сочи, машину мыл только из-за того, что были грязные колеса. Да, погода, конечно, подпортилась, поэтому даже надо достать кофты. И можно впустить? Все, вот теперь мы готовы дойти до магазина. Да, коляску доставал, уже Вовчик подъехал. Так, ладно, закрываем и пойдем в магазин во вкус вел или торт. Ну типа он там состав нормальный, какой там морковный с пеканом, во, постный. Его кушают наши ребята, вот, поэтому... Так, хотели еще, короче, здесь купить всякие вареники, нифига себе, три сотки вареники. Жизнь я таких цен не видел. Мы, скажи, не настолько правильные, но можем маленько неправильные поесть, да? Ну что-то, короче, по-моему, с ценами во вкус вел или в последнее время стало перебор. Идем в магнит. Здесь возле станции есть такая небольшая площадь, какие-то постройки. А еще пару лет назад я снимал про Истру, такой интересный выпуск получился. А я летал на дроне, как раз его, может быть, я только приобрел, накладывал голос и рассказывал про Истру. Вот здесь сейчас будет подсказочка, обязательно гляньте. Купили вон целый пакетичек продуктов. Купили торт, мой любимый панчо. В общем, ребятам тот торт, а мне вот этот торт. Мы на обед купили вареники, а в итоге Вовка говорит, что нужно в центр загонять. Короче, еще в магазин какой-то заехать ему надо. Поэтому они сейчас точно расставят, и будет полная Г. Но у нас есть вот такой автомобильный холодильник, мы его сразу подключили. Здесь на экране выставим сейчас температуру вот на минус 20. Видно вам? И все, он сейчас очень быстро нагонит эту температуру, и вареники наши сохранятся. Вот и Мира проснулась, пока мы ехали. Пока ехали, звонил самбат. Наверное, их выписали. Вот, я не стал брать трубку. Вот. Сейчас, алло. Алло, да, я слышу, но не вижу. Так. Выписались? Так. Привет. Привет. Так. Вон, Настюн, Настюн. У-у-у, забрали. Алиса, там, Агнес, а-а-а-а. Привет, привет. Ну, сразу в это, в Каляхе, да? А где Алиса? Мирон уже спит. Да, 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 сразу. Вот Алиса, вон она, видишь? Ну, она еще за рулем, просто сейчас пока стоим. Ну что, Ксюше выписали. Маленькая Алиса теперь в составе. Супер. Вот он, красавец. Новый Руль Салимский монастырь. Вот он, это точная копия, которая есть в Израиле, представляете? Наконец-то мы доехали. Вон брательник открывает ворота. Да, вот такие вот дела. Труба прошла, багажника нет. Ничего, сейчас, думаю, получится. У нас это получилось. Смотрим. Холодильник у нас минус 20 градусов. Ну, вы видите, минус 20, все работает, значит, наши вареники в норме. Пока надо воду поставить. Это будет круто. Мы такие голодные вообще. Мы утром пили только кофе, но с Настенкой, и все. А потом что-то, короче, быстрее, пока идти в магазины туда-сюда. В итоге, в итоге, в итоге, первым делом надо отварить вареники. Вот как выглядит самый голодный человек. Не успел приехать уже кусты ест. Настенка, завязывай. Ежевичка, она вот так. А, это ежевичка? Да, вот она колючая пипец. Ну да. Вот это. Ежевичка, здесь же малинка, черная смородина. Вот малинка. Малинка, попали от него. Да, все съели. Черная смородина, еще какие-то куски из чего-то. Вот скажите, что вы знаете про гречку? Вот так вот, понимаете, просто 25 килограмм гречки. Просто опыт. Блин, свой дом это класс. Участок вот так вот. Мы обычно вот тут вот сжарим шашлычки. Возможно, сегодня чуть... А, во, наш любимый гриль стоит. Вот так вот. Здесь фундамент какого-то непонятного дома. Начали строить вот такие по нарушениям. В итоге, Вовчик все это дело выкупил вместе с землей. Теперь у него здесь большой участок. Они маленькие. Сейчас проверим, насколько заморожены остались вареники. Надо, кстати, здесь сделать полку, чтобы холодильник выкатывался. Потому что так не совсем удобно получается. Шикс. Ну, как магазин твердый. Вот видите, насколько морозит вот все в Инии. Шикарно. Мы тут не на один день, поэтому выгрузка выглядит вот так. Мне кажется, в ближайшие несколько дней здесь будет дурдом. Какие варенички прикольненькие, посмотрите. Точнее, раз так их не видел. Круглые, как пельмешки. Наконец-то еда. Не прошло и очень много часов. Они, кстати, вкусные. Вкусные вареники, Отравочница стрима. Вот так у нас идет стрим, вы прикиньте? Если вы никогда не были на стримах, обязательно присоединяйтесь. Перед тем, как мы с вами продолжим, я хочу вам кое-что порекомендовать. Мы очень много путешествуем, смотрим, изучаем какие-то различные места, проверяем маршруты, проверяем какие-то столовые, кафе, рестораны, где-то ночуем дикарями, где-то заселяемся в какие-то гостевые дома, в гостинице. Так вот, для того, чтобы вам было проще путешествовать по нашему югу, Крыму, Абхазии, мы написали наши авторские гайды. У нас их целых 5. Это гайд по Крыму, Крымы пропутешествовали и продолжаем путешествовать как дикарями, так и, так сказать, отельно. Там есть локации, рекомендации, куча маршрутов, достопримечательностей, очень много всего. Следующий наш авторский гайд по Большой Анапе. Там тоже куча всего, есть контакты жилья, маршруты, достопримечательности, туристические и нетуристические. Далее, по Большому Геленджику. Там тоже куча информации, есть тропы, по которым никто не ходит, возвышенностью горы, крутые пляжи, также столовые рекомендации, советы. Следующий наш авторский гайд по Большому Сочи. Это очень большой гайд, состоящий из двух частей, но все-таки Сочи-то большое. Мы разделили этот город на все районы и дали максимальную информацию. Все пропутешествовали, посмотрели, изучили, поэтому смело приобретайте. А для тех, кто захочет отправиться в Абхазию, мы написали авторский гайд по Абхазии. Друзья, ценность этого гайда настолько огромная, ну, как бы, в любом случае, это другая страна. Там есть также рекомендации, советы, кафе, где действительно можно вкусно покушать, недорого, ну, а где-то цены, как бы, ресторанные. Мы все проверили, где покупать шашлыки, где покупать, даже памперсы, тоже это все отметили. Как снимать деньги, где снимать деньги, какие карты собрать, и так далее, и подобное, все найдете в этом гайде. Ребятки, наши гайды стоят всего лишь 490 рублей каждый. Приобретайте, путешествуйте с удовольствием по этим местам. Как приобрести, есть ссылочка в описании. Просто нажали, приобрели, и погнали в путешествие. Как же здорово начинать утро в собственном доме. Надеюсь, когда-нибудь мы тоже построим или покупим этот дом. Утро только началось, а детвора уже играют. С утра обливались водой, а сейчас вот такой теннис. Настенка по деревне гуляет. Беременная Настенка гуляет по деревне. Видите, живота нет. Настя не беременна. Это просто такой наряд был. Решили дойти до магазина, купить еду, взять что-нибудь на вечер, чтобы шашлычок, там шашлычок пожарить. Курицу Настенька хочет. Или рыбку посмотрим. Дошли до магазина. Темка, стой. Настенке не нравится такая история ходить до магазина. Упала? Нет, я коляска въехала и я запнулась от него. В общем, Настенке не нравится жить в деревне. Нет. Мы как обычно набрали целый пакет. А я вам хочу показать вот такую штуку. Здесь открылась пиццерия пинза. Пицца от Валентина Бантемпе. Я у этого чувака работал в Москве официантом в его ресторане. Вот здесь перекрестка получается выходит. Есть вот торговый центр открыли. Вот здесь вход. Есть у них верандочка. Вот она пинза. короче, а, бай Бантемпе. Ну, пойдемте, короче, посмотрим. На самом деле очень-очень интересно. Тогда был прикол. Мы дегустировали новую пиццу и он ходил такой, все горел пиццу из конино, пиццу из конино. Я, короче, не въехал, что это вообще такое. А потом, когда попробовали, мне ребята говорят, это же типа пицца из конины. Я такой бух. Мы вообще хотели обед сварить. Но учитывая, что это как бы пицца этого чувака где работал, хочется попробовать эту пиццу. Зашли туда, это, короче, я думал ресторанчик, а это просто так, ну, типа стоит прилавок, ты заказываешь два стола буквально, как какой-то типа пивной магазин. Главное, как говорится, имя. Ну, и то они говорят, мы принимаем заказы и будем минут через 40. Я говорю, ну, тогда до свидания. Возвращаемся в Перекресток, чтобы купить какую-то булочку, потому что у нас обед уже под угрозой. Ну, собственно, как-то так. Можете нам писать, какие мы плохие родители и обедаем хлебом. Нет, не так. Можете начать писать, что мы постоянно кормим детей какими-то булками. Особенно, да, кто первый раз попал, скажет, вот обед. Ладно, давайте, комментарий открыт, а нам приятного аппетита. Вот все. Теперь можно заняться ужином, разводить костер, будем запекать ребра, курицу, овощи, ну, все, как мы любим. И Настенка такая, пакет прет. И на самом деле, пакет ехал в коляске, а я нес Мирона. Настя доедала все булочки, а потом и пишет, что она беременна. Булочками. Так. Блин, так здорово на самом деле выходить из дома и просто попадать сразу на улицу в свой двор. Это, конечно, вообще потрясающе. Очень много дров. Надо сейчас что-нибудь выбрать и пойти разводить костер. Я думаю, мы будем сидеть на улице. Вот, поэтому открываем машину. берем наш стол. Еще стул на, сынок. Держи, мой хороший. Сейчас будешь помогать мне. Так, берем, значит, наш стол. Где-то здесь поставим стол. Так, вот тут у нас барбекюха. Вот такая вот. Шимс. Так. И поставим еще свой мангал. Я недавно в машину соорудил вот такую вот шутковину, когда мы отдыхали, на Вологе подробно показывал. Можете посмотреть выпуски. Очень удобно. Она выдвигается. Здесь можно готовить. Здесь у нас спрятана посуда. Вот там он вдалеке в пакете убран мангал. Здесь у нас стоит биотуалет и наш холодильник. Сейчас надо будет достать мангал. Дровишки готовы. Наш мангал уже стоит. Барбекюха тоже заполнена дровишками. Все, что будем разводить. У нас продолжается музыкальный вечер. Приехали друзья Володя. Среди гитара. Палочки давно. Вот такая кстати штука. Очень удобная для разжигания костров. Не нужно будет пользоваться розжигом. Если у кого нету, обязательно приобретите. Вещь прям классная. Мам, ты подошел сразу уголь? Ну. Ну что, у нас угли готовы. Здесь вообще жар какой-то космический. Здесь то же самое. Сюда ставим мясо. Сюда поставим картошку с баклажанами. Потом перец и кабачки наверно пойдут. Потом кукуруза. Так, мяско у нас смотрите. Вот здесь свининка, ребра просто в приправке. Здесь у нас курица. Здесь та же приправка плюс еще какой-то постный что ли майонез Настенка попросила. Берем крышечку вот так вот закрываем. Видите, у нас даже получается все вместе будет готовиться и ребрышки и курочка. Поместилось вот такая вкуснотища, красотища. Вау! Я в последнее время вообще полюбил ребра. Постоянно их готовлю. Настенка едят. Так, здесь у нас вот кабачочки и картошка. Надо баклажаны сначала. Не знаю, если вы смотрите это утром либо на голодный желудочек, то сорян, ребятки. Но на самом деле, если утром смотрите, вечером просто возьмите тоже приготовьте шашлычок. Какая красота! У меня сейчас будет миссия невыполнима. Мне нужно вот эту всю красоту поставить вот сюда. вообще-то выполнима. Я чувствую, сегодня будет очень-очень вкусный ужин. Первая часть ужина у нас готова. Делаю еще угли, потому что у нас очень много овощей, кукуруза, нужно ставить вторую партию. Картошка почти тоже готова, запекается. А я хочу вам показать мяско. Вот здесь и курочка, и ребрышки. классно. Это приправа, она, кстати, соленоватая. Наша? Да. Ну да. Попробуй? Нет, ребра попробуй. У нас осталось приготовить баклажаны, перец и еще кукурузу. А тут что за тусовка-то? Папа, смотри. Ага, Санандра. Здрасте. Быстрее, дайте мне кто-то тачку, тачку куда-то дайте. Понятно. Сейчас я его. Давай, Тёмка. Ты так давно не играл, да? Ага, еще и в наушниках. Еще и в наушниках, да. О, не задавил, потому что у меня бесконечно жизнь. Кричи сильно не распит. Побежит. Все, у нас вечерочек вечереет. Ну и завтра, надеюсь, погода наладится, дождей уже не будет и куда-нибудь отправимся. Вот такой вот получился у нас денечек. Наконец-то сюда приехали и в следующих видеороликах мы вам покажем округи Истринского водохранилища. Есть даже в планах сплавиться на лодке по реке. Но посмотрим, как оно будет. Поэтому, кто не подписан, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Конечно же, поддержите выпуск лайком и комментарием. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами в новом видеоролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok